Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. На земле Франции Иосифа завершено строительство арктического трилистника, самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром. Размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена Советского Союза считалась самой уязвимой для ракетного нападения? В понедельник прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. На нем в присутствии президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, на острове Земля Александры, самом западном и арктическом архипелаге Земля Франции Иосифа, завершено обустройство военной базы. Создан полярный форпост российской армии, самый северный в мире объект подобного рода. От земли Франции Иосифа до Мурманска расстояние около полутора тысяч километров, до северного полюса заметно ближе, около тысячи километров. Именно на этом архипелаге находится самая северная точка и России, и всей Евразии. Строительство базы на земле Александра началось в 2007 году. Основной специализацией объекта была названа противовоздушная оборона. База получила название Арктический Трелестник из-за ее формы и административно-жилого комплекса. Это здание, где может размещаться до 150 военнослужащих, само по себе является уникальным. Это самая северная в мире капитальная постройка. Первое соединение ПВО здесь было развернуто в 2014 году. Всего, по словам Сергея Шойгу, на базе построены 334 здания и сооружения. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до трех с половиной километров. Упомянутый аэропорт близ базы погранвойск ФСБ Нагурская – это еще один кандидат для книги рекордов. Это самая северная взлетно-посадочная полоса в стране. Для сравнения, на ближайшей к полюсу обитаемой точке планеты, канадской базе Алерт, могут проживать не более десятки военных и метеорологов. В Нагурской, которая на 150 километров южнее, служат две сотни пограничников. Но очевидно, что Нагурская и Арктический трелесник развернуты не ради попадания в книгу Гиннеса. Для нас Арктика – это особый регион. Мы там первопроходцы, у нас самая продолжительная в мире граница арктических морей. Сейчас мы восстанавливаем на более высоком уровне то советское наследие, что практически растеряли в 90-е годы. Говорит бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, председатель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике. Главная задача базы военно-морского флота на земле Франца Иосифа – это упреждение воздушно-космических нападений потенциального противника. На северном стратегическом направлении. В свою очередь, пояснил доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Севков. По его мнению, на самой северной военной базе России, скорее всего, установит радиолокационный пост дальнего наблюдения. На земле Александра расположатся части зенитно-ракетных войск. Вероятно, ракеты будут большой дальности. Возможно также, что там дислоцируются части ПВО и арктических мотострелков для недопущения десантов противника в этом районе, предположил эксперт. По оценке Севкова, для действий в этом направлении на базе может быть дислоцирована также истребительная авиация, в пределах эскадрильи, максимум авиаполка. Естественно, там будет иметься небольшой пункт маневренного базирования Северного флота, чтобы было возможно обеспечивать прием и действия с этого пункта кораблей, считает собеседник. Севков также напомнил, что глазами и ушами НАТО в этой акватории служит Норвегия. Добавлю, что в экспертной среде высказывается опасение, что Осло может попытаться пересмотреть демилитаризованный статус, принадлежащего ей архиплага Шпицберген, который находится к западу от земли Франции Иосифа. Возможно, норвежцы рассчитывают, что они будут продолжать экспансию в российских территориальных водах, появление там российской базы, обеспечивающей применение сил флота и авиации. Само собой, будет мешать этой экспансии, уверен Севков. Главная задача этой военной базы – контроль воздушного пространства российской Арктики, согласен Севковым, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Каратеченко. По его мнению, в случае необходимости земли Александры будет вестись в поражение атакующих целей в воздухе над полюсом и полярными широтами. Он также напомнил, что в последние годы близ границ нашего арктического сектора возросла военная активность США, Великобритании и других стран НАТО. Например, в ноябре появились сообщения об испытаниях многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor на базе ВВС США на Аляске. Как отмечала Риафан, крупные объекты американских ВВС, учебные комплексы, станции спутникового управления, а также более 50 радаров раннего предупреждения и проразвернуты на Аляске, в арктических регионах Канады и на предлежащей Дании Гренландии. Мы видим усиление всех компонентов иностранного военного присутствия. В этих условиях для обеспечения надежной безопасности России в регионе создается интегрированная система освещения в воздушной и морской обстановке. Морской с точки зрения подводного компонента, разумеется, указал Коротеченко. Исходя из военной обстановки в российской Арктике необходимы военные базы с круглодичным комфортным проживанием личного состава, приснил военный эксперт. Военная база на земле Франции Иосифа очень серьезно пополнила арсенал нового военного округа Северного флота Военно-морского флота России. Военный эксперт также добавил, что на Кольском полуострове дислоцированы зенитно-ракетные комплексы малой дальности Тор-2ДТ в арктическом исполнении. При необходимости отрабатываются варианты переброски сил воздушно-космической обороны, которые есть на новой земле. Там развернута система С-400 большой дальности. В свою очередь в военный период на новую землю могут быть переброшены за ИРК Тор, как средство по его последнему рубежа, пояснил Коротеченко. По итогам заседания военной коллегии Путин подписал указ о повышении статуса Северного флота. Теперь он будет отдельным военным округом. Попов в этой связи напомнил, что повышение статуса началось еще шесть лет назад. Северный флот был объявлен объединенным стратегическим командованием, что более широкое понятие, чем просто флот. Сейчас же президент расширил его функционал. Помимо чисто оборонных задач прибавились организационные, например, руководство деятельностью военкоматов в регионах. Кроме того, флот будет помогать гражданским властям в создании крупных инфраструктурных проектов, пояснил адмирал. Существует административное и оперативное управление войсками. Оперативный идет по линии, верховный главнокомандующий, Минобороны, Генштаб, главное командование видов вооруженных сил. Административная ветвь идет через глав вверха и министра обороны к региональным командованиям, пояснил доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Севков. На фоне растущей важности северного направления, Северный флот уже возглавляет Арктическое региональное командование. Ему подчиняются дислоцированные в Арктике части сухопутных войск, ВКС, включая стратегическую дальнюю авиацию. В этой связи верховный главнокомандующий и решил наделить Северный флот статусом военного округа, подытожил эксперт. Напомню, в 2010 году Северный флот вошел в состав созданного Западного военного округа. В ноябре 2014 года на основе Северного флота было создано 5-е стратегическое командование «Север». В зону ответственности флота входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ниненский автономный округ. Главная база флота – это Североморск. Его основные ударные силы составляют атомные ракетные и торпедные субмарины, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. А на этом все. Вы были на канале ТОП-Армия. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok